Девушки отдыхают 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 Теперь вся законодательная база, собственно говоря, ускоренное принятие решений губернатором подготовлена. Мы надеемся, что к 26 мая пройдут все необходимые процедуры и по отбору, и по назначению, и по согласованию с федеральным полномочным кандидатуру, которую предложат непосредственно предприниматели. В порядке назначения губернатором кандидатуру полномочного четко прописаны все критерии к тем программам, которые полномочные, претендующие на эту должность, должны представить на рассмотрение экспертного сообщества. Надеемся, что это будет серьезное обсуждение как внутри организации, являющейся инфраструктурой для поддержки предпринимателей, так и ассоциацией самих предпринимателей. Мы сделали эту процедуру максимально публичной. Мы надеемся, что и количество кандидатур будет достаточно, но главное, что сами кандидатуры будут достойны, потому что от этого человека ожидается серьезное участие в деятельности каждого предпринимателя Новгородского области. Отклонены поправки, касающиеся утверждения порядка отбора кандидатов в законодательном собрании. В порядке, который сегодня разработан и будет утвержден указом губернатора, предусмотрено, что предпринимательское сообщество предлагает кандидатуру к губернатору, и губернатор утверждает, соответственно, из трех представленных кандидатов, которые набрали наибольшее количество голосов предпринимательского сообщества, одного кандидата, которого потом согласуют с федеральным полномочным, ну и, соответственно, потом изначать на должность. Начало проводиться некое голосование между предпринимателями? Пройдет соответствующее голосование, Минэкономики будут сопровождать всю эту процедуру, она будет абсолютно публична, голосование за каждого кандидатура будет тайным, но тем не менее сразу же будет озвучено, какие трое кандидатов набрали большинство и они немедленно будут представлены губернатором на согласование. Также были отклонены ряд поправок, которые вносят или дублируют уже ранее принятые нормативные акты, в том числе федерального значения документы или какие-то положения, поэтому в данном случае редакционно закон практически принят в редакции первочни. Каким полномочиям будет обладать, собственно говоря, полномочиям по делам предпринимательства? Его главная задача принимать непосредственное участие в обеспечении прав и интересов предпринимателей, причем не участие в корпоративных конфликтах между предпринимателями, а именно создание той необходимой нормативной базы, либо предложение по внесению изменений в эту нормативную базу как на муниципальном, так и на региональном уровне, так и, собственно говоря, обращаться в федеральные органы с возможностью корректировки тех или иных положений, которые влияют на предпринимательский климат, либо на ведение бизнеса на конкретные территории. Ранее предлагалось, чтобы наша полномочия действовала на территории всей Российской Федерации, но это, к сожалению, запрещено федеральным законом. Для этого на каждой территории создаются свои полномочия, и они в рамках взаимодействия с омским представителем будут решать все вопросы, в том числе по защите интересов омского бизнеса на других территориях. Также, собственно говоря, есть федеральный полномочий, который может в установленном порядке оказывать воздействие через соответствующие документы и взаимодействие с органами региональной власти по исправлению, либо, скажем так, влиянию на то, как и хорошо, или плохо ведется тот или иной бизнес-проект, или, возможно, в целой отрасли возникли какие-либо накопленные внутренние проблемы, которые требуют исполнительного разрешения. Задача — повторять процедуры, в первую очередь, разрешительного характера. Здесь нам нужно использовать самые лучшие практики, как других регионов, так и в принципе, которые по логике сегодня возможно поменять на местном уровне, так, чтобы как можно быстрее предприниматель выходил на земельный участок, получал все необходимые разрешения и допуски, и начинал как можно быстрее зарабатывать и платить налоги. То есть суть — не водить его кругами между комитетами и инстанциями, понимаете, отправлять его за письмами, там, за согласованием. Задача — это все консолидировать максимально, для этого, в том числе, в качестве мер поддержки и работы основного полномочия уже созданного, как вы знаете, сайта «Барьером.нет». Допаркция развития в Узковской области формирует систему взаимодействия с инвесторами в режиме одного окна, и это все тоже является инструментами влияния на то, чтобы предприниматель действительно чувствовал себя здесь комфортно. А если говорить по срокам, когда уполномочены появились в Узковской области? Мы рассчитываем, что 26 мая, на день российского предпринимателя, данная кандидатура будет утверждена губернатором уже после всех процедур согласоваривания с федерацией. А три организации имеется в виду союз предпринимателей, ассоциация и торговый промышленник? Всего порядка 17 организаций и ассоциаций предпринимателей, действующих на территории Узковской области, в том числе и торгово-промышленная палата. Есть организации, которые оказывают инфраструктуру поддержки бизнеса, это и наш бизнес-инкубатор, это и фонд поддержки малого среднего предпринимательства, это и центр инновации социальной сферы, это и городской фонд, который поддерживает предпринимателей. Они также имеют возможность подать своих кандидатов с программой, которую могут поддержать. Просто я немножко поняла, цифра три, это просто всего... Из трех кандидатур губернатор будет выбирать, собственно, кандидатуру на лучшую программу и соответствующую требованию, которая стоит. А после прохождения процедуры отбора, она должна быть закончена, я надеюсь, к 17 мая, будет, собственно говоря, представлена на согласовании к губернатору, когда это осуществится выбор и направит в федерацию на согласование кандидатуре. Мы надеемся, что за неделю до как раз 26 мая такое согласование будет получено. А экспертный совет кто войдет? В экспертный совет будут входить, как сказал, представители и руководители этих организаций, предпринимателей, фондов и организаций, которые оказывают поддержку предпринимателям как инфраструктурные подразделения и, собственно говоря, еще, плюс ко всему, коллеги экспертного совета по конкурентоспособности, которые сегодня в рамках указа губернатора также действуют. Вы можете посмотреть, весь порядок опубликован, посчитайте количество голосов и, собственно говоря, как они потенциально могут быть распределены. Мы синхронизировали весь график так, чтобы четко его пройти. Все процедуры после вступления закона в силу будут инициированы немедленно. То есть для этого сегодня делали поправку, чтобы... Да, чтобы закон вступил как можно быстрее, да, чтобы мы получили еще дополнительное время как на анализ техпрограмм предпринимателей и, собственно, кандидатов на то, чтобы нам еще так и сами ассоциации были в спокойном режиме, ознакомились с ними, ну и, собственно говоря, уже приняли обоснованные решения. Сергей Викторович, я с вами сказал, что согласно предпринимателям, что они должны принять этот сотрудник в первую очередь, так ли это? Значит, до 1 июня готовится в целом доклад президенту через его аппарат о том, как сегодня, собственно говоря, исполняется законодательство в части назначения и, собственно, формирование тех законодательных актов на территориях Российской Федерации. Он в области не должна выпадать из общего количества субъектов, которые уже реализовали эти законы и где уже назначены полномочные. Поэтому мы в данном случае благополучно успеваем. Один, что кандидат будет соответствовать всем предпринимателям, в первую очередь, предпринимателям. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.